так всем привет начинаем подготавливать машину снимать лишнее всего чтобы на учет поставить надо все фары поснимать лишние кронштейн этот снять потом значит бак снять вот этот лишний он не родной тем более бак и как бы мне он не нужен кронштейн запасок заводской родной его не трогаем и вот этот сзади ящик во первых он есть из него во вторых всем тоже на учет не поставят и потом по электрике здесь много чего паять надо здесь просто беда увидеть все надо паять перепаивать так здесь а там потом потом спереди здесь тоже все вот они проводки и заизолировал хорошо прикрученный не вытягивается но скрутки здесь это более-менее скрутка то что не заизолирована плохо это вот видеть все может коснуться и перед ну вот по проводам говорю пока трону летает это все короче перепаивать вчера его это выходит у нас да ладно разберемся дальше пошли уходит она у нас тоже вот косичку заходит это фигня смотанная тоже таким маневром это 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 тоже принципе таким маневром все отключили все равно потом все прозванивать все нормально цивильно делать так по машине пробежаться до по машине пробежался и колес эти говорил в будке лежат меняют тягач есть полностью переклёпываю тормоза прицеп две задние оси переклёпываю переднего 8 новая две задних оси переклёпываю как бы они еще там есть что-то но надо машину подготавливать к работе короче и подготавливать так нормальный салончик показать вам салончик народа код тоже его отмыть помыть здесь кстати коврики наверно выкину новые коврики по стилю но не наверное это выкину новый по стилю сто процентов здесь по идее шкафчики должны быть здесь по идее так шкаф должен идти полочка вот так вот должна идти ну как спал корона это ну кому интересно в интернете в бейте там на этот international 9400 да ну и вам примерно дизайн на кабины ну как должно тут все быть выдаст вот панель у нас такая кстати по ну салончик так я скажу он единственное что вот здесь вот вот там дед говорил у него вот эта сигналка выпала он ее отверткой разговаривал но хрен с так ну ничего живой салончик отмыть и все подлокотники херотники все подушки все работаю подушки грузии дужки все работают все на воздухе все нормально стою в полный рост на руки правда не вытянешь но все равно стоишь полный рост уже хорошо эти воздуховоды херотники все все по отмываем и будет нам счастье да здесь запасные запчасти еще назначить у нас значит житель новый абсолютно ролик натяжной до ремня новый достался подшипники на прицеп тоже новые ошибники шайбы эти там гайка стопор ладно здесь какая-то хрень фильтр грубой очистки вот он фильтр тонкой очистки это топливный до фильтра масляного нету масляный надо брать и менять а термостат здесь у этой коробочки термостат термостат ремкомплекты в общем стандартный набор пойдемте вам сердце покажу движочек вам показать обещал обещал много в комментариях короче напишу то что много много кто прав был какой двигатель вы в шоке да я сам тоже в шоке то что я такой двигатель взял ну цена вкусненькая сладенькая было и еще почему я машину с таким двигателем взял потому что потому что у меня есть фред лайнер с моим любимым двигателем детройдом самый охрененный двигатель ну что двигатель как многие писали были правый каменс из x15 игрный игр на нем вырезали и выкинули короче так чё 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 ну так принципе все сухой по двигателю только вот болтика нету на коллекторе но это тоже пока дорога не буду ничего короче вообще с двигателем ничего трогать не буду только масло меняю клапанную крышку скрою посмотрю рокера распредвалы в каком состоянии вот так работает нормально все ничего потом что у нас помпа 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 абсолютно новые генератор полностью весь перебранный ну так не газет не сапунит масло не жрет я на нем уже 1400 прошел как было масло ну короче за 1400 как масло было вот на нем полуровня короче так полуровня и осталось так он весь сухой видите да потеков никаких абсолютно нигде нету сапуна ну рабочая такой сапун короче рабочий все рабочем режиме штат переместились во фред лайнер зачем фреда как говорил продавать не буду не собираюсь я честно говоря если бы не было фреда я бы этого интера бы не взял с этим двигателем потому что в случае чего я фреда цепляю и пошел с фредом я будем потихоньку и заниматься чай интера на линию выпускаю и все и занимаюсь фредом потихонечку так особо заниматься желание всегда есть чем заниматься да я грубо говоря больше с ним буду заниматься вот козырек как говорил козырек вухлопухи и кабину на пружинках сделать как бы все и ходовая машина это козырек это чисто то что загонными с ухлопухами на чисто грубо говоря уже заговором больше всего здесь только кабину на эти переделать на пружины и все и ходовая машина полностью ходовая рабочая машина весь переклепанный весь на ходу все с ним то есть заводи езжай так что фред продавать не буду будет у меня два тягача американских вот он интер из огна фреда так так но не прошло и полдня раскручена раскручена блин замучился короче мясорубку пришлось заставать пистолет не берет он не слабенький у меня на 1700 ньютонов как бы он слабому как и нормально но слабовато то есть если эти гайки давно не откручивались то ему уже тяжко срывать на команде попробуем это мотива чего он тут можно сказать их не чует здесь пришлось попотеть но все что все здесь откручена на той стороне откручена это колесо трогать нам не надо также сама та сторона откручена спереди снята барабан скинул барабан конечно бы поменять но как бы я тут одного не пойму здесь лодки вроде как бы пошире должны стоять наверное такие вот колодки должны стоять вот он зазорчик и вот он буртик где он тормозит ну короче рабочая поверхность стоят узенькие но это я так думаю я уточнять не буду утверждать не буду здесь выработки нету здесь выработка так ладно не суть суть в чем то что все кого камхана за лодки до клепок ну их можно сказать вообще не осталось вот она уже железка хочу сказать одно если ее не провернула значит барабан еще у нас живой вроде как бы все снимаем зачищаем клипаем новые как ты думаешь эти колодки трогать не трогать вроде так еще жирный да все равно как говорится хода без добра нету залез по отшипнику ебам подшипник под замену как значок у нас вот интеровские накладки на интере я думаю клипа здесь процентов 50 износу чем замерить вот индикатор износу да вот этот чик где-то у нас фокус фокус ну вот по большему пальцу да и вот он у нас фред на фреге я ставил новые получается 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 что у нас получается замерить как-то получается на фредди сперва что все было чики чики так индикатор износа у нас вот он так от барабана получается так вот чик вот такая высота идем к интеровским вот мы опять у интеровских колодок и замеряем ну 50 процентов до это ровно 50 процентов ладно интер переклепываем есть вот прицеп по прицеп у меня вопрос стоит ребром смотри-ка вот такие даже по индикатору износа их еще топтать и топтать я не видно то что такие свежий вот зеленая краска ну ладно как говорится худо без добра не бывает до подшипники под замена дон одно колесо стопудово под замена это все вымываем пробываем так 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 ладно у меня короче подшипники есть еще один комплект у меня есть подшипников не с машиной где-то дал один комплект этих подшипников куплю чтобы в запасе были так все все колеса все будут через сдергнет на прицепе и смотреть эти подшипники чтобы не в дороге не было такого сюрпрайза как колесо месяца ступится и уходит и такая ракета будет значит 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 чё у нас значит крутим дальше чё болтай не болтай крутить надо так подъезжаем пацанам за запчастюльками сегодня на полике не на жучки переезд просохатил перепрыгнул короче так ладно чё подъезжаем за запчастюльками забираем запчастюльки своим и едем опять машине время у нас сколько пол пол четвертого и вот подъехали автозапчасти по камазом тут с помощником с партнером своим напарником пацаном заехал затарился фильтр только не пришел там фильтр что на днях придет масляный подшипники накладочки все перед зад прицеп ну все отъезжаем от пацанов закинули запчастюльки с пацанами даже чайку не попили не поговорили некогда все надо бегом-бегом делать бегом-бегом делать и выскакивать уже в рейс никого нет успеваем обувь здоров правда говорю да еще по поводу запчастюля номера телефонов снизу оставлю кому надо звоните заказывайте и приезжайте забирайте по цене самые адекватные цены у нас городе как бы не лупят не накручивают не заламывают короче адекватно адекватно оперативно и качественно да так что кому что надо телефоны звоните так что все ребята всем спасибо за просмотр всем пока до новых встреч наблюдаем и забываем подписываться на все соц сети телеграм и яндекс дзен и инстаграм и тому далее там подобное в общем все ссылки все в описании как сюда все всем пока